Знаете, многие люди, они живут с самарийским духом, смешанное, Божье, мирское, все подряд, посвящены своей суете, своим проблемам. Вы знаете, Библия говорит об этом, что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он хочет, чтобы ты был поглощен чем-либо, своими проблемами, суетой, работой, семьей, делами, чем угодно, но только не Богом, не Его интересами. Этот дьявол хочет поглотить, а наша цель – быть верными нашему Господу и делать Его дело. Аминь? О, Иисус! Халлелуя! И Писание говорит, смотрите, что Иисус говорит. 27 стих 14 главы Луки. «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». То есть кто верующий, но себя не отвергает, крест не берет, говорит, не может быть Моим учеником. Вы понимаете, что происходит? Когда Дух Божий нас ведет, Он всегда будет вести нас неизбежно через крест. Неизбежно через то, чтобы наша плоть умирала. И когда ты чувствуешь побуждение Святого Духа, то обязательно всегда, замечал это, что всегда обязательно умирает твой интерес. Кто это переживал? Вот скажите откровенно. Вот почему-то Дух Святой, Он всегда приходит тогда, короче говоря, не вовремя. Так или нет? Вот всегда, если Бог что-то потребует, то Он потребует всегда как раз то, что не нужно требовать. И Он всегда потребует это не вовремя. И для тебя это всегда самый болезненный момент. Я знаю, о чем я говорю. И всегда тяжело. Но Иисус говорит, если ты взял крест, то есть ты принял решение. Что такое посвящение? Посвящение, друзья, это осознанное принятое решение. И когда ты осознанно, ты принимаешь решение, и ты говоришь, Боже, это в моей жизни было. И я всегда это делаю каждый раз, когда приходит новый уровень. И ты принимаешь решение осознанно, ты говоришь, Господь, я доверяю тебе всю свою жизнь, но я ее посвящаю тебе. И ты можешь требовать от меня все, что ты хочешь. Когда-то я был, честно вам скажу, нищим, бедным человеком. Я жил, как живут бомжи. Мы с Викторией вот так жили. И мы были пасторами. И я не знал, что будет дальше, но я сказал тогда Богу, Бог, все материальное, что только есть в моей жизни и будет когда-либо, я посвящаю это тебе. В любой момент, только ты мне дашь мысль, только она пройдет в моей голове, сразу же, моментально я буду это отдавать, куда ты скажешь. И Бог сразу же, сразу же начал осуществлять мою мечту, мое посвящение. И я отдавал, я отдавал, я отдавал. И я вам скажу, мы отдавали буквально все, потому что эти мысли приходили ко мне постоянно. И я не ждал какого-то серьезного голоса Божьего. Знаете, просто если ко мне приходило понимание и мысль, я это делал. И я вам скажу, это было настолько серьезно, что дошло до того, что однажды, когда я хотел принести жертву, тогда это была уже большая жертва, 100 тысяч долларов, я хотел пожертвовать, продать там автомобиль, все. И я расстроился, что у меня не получилось. И я был в таком тяжелом состоянии, что я молился. Я уехал в уединение и молился, 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 и Бог ко мне проговорил. И Он мне проговорил, что я вижу, что ничего твоего нет. Это все мое. Но ты сосредоточься на помазании для людей, а не на том, потому что я сильно сосредоточился на том, чтобы все отдавать. И будь спокоен, я буду тебе говорить, когда и что делать. И по сегодняшний день, что бы у меня ни было, только момент. Вы знаете, мне когда-то церковь подарила автомобиль. Это был, ну не церковь, а люди собрали, там друзья все, купили машину. Машина очень дорогая. И я помню, я так нуждался в деньгах, так нуждался в деньгах. И я пошел молиться за деньги. А машину эту решил продать. И вот я продаю эту машину, отдал ее в салон здесь, в Киеве, и там ее продавали. Она нулевая была вообще, 10 тысяч пробега. А машина хорошая, 6,3 объем, V12, Ауди, там навороченная конкретно. Все, что может быть в машинах на сегодняшний день, все есть. И представьте себе, я молюсь, что такое посвящение? Посвящение – это твоя жизнь, которая потом будет ряд, сотни событий на основании твоего посвящения, которое ты дал. И вот послушайте, что произошло. Я молюсь, и я прошу Бога, чтобы Бог помог мне продать эту машину, чтобы Он помог мне решить этот вопрос, который у меня там есть. И Бог мне только вот так, мысль, машину, прямо сейчас, посей тому человеку. Что? Все? Я так остановил молитву, пошел сразу, позвонил, это машина твоя. Все. А тут такой, ой, Иисус, хороший какой. И я сразу ее отдал, моментально, в тот же вечер. Ее пригнали, я тогда был в Днепропетровске, забрали с Киева, быстро ее на Днепр отдали, все, переоформили. И человек на ней ездит, и все нормально. Но послушайте, потом так было у меня с другой машиной. То же самое, опять я молюсь, чтобы ее продать. И опять мне Бог говорит, быстро отдай тому человеку. Класс. И ты отдаешь. Но когда я отдал машину, и я остался просто, вообще у меня нужда была конкретная. Я вам скажу, если это был вопрос, его нужно было срочно закрывать. Нужно было 300 тысяч долларов. Все, нету. После того, как я отдал машину, и сказал, Бог, пусть все медным тазом накроется, пусть все сгорит. Но я всегда буду подчинен тебе, потому что я что? Посвящен. Прошло буквально чуть больше суток. И меня люди подошли, вот так просто говорят, мы хотим тебя благословить. 300 тысяч долларов. Бог действует в жизни посвященных людей. Бог не действует в жизни непосвященных людей. Ты должен посвятить свою жизнь Богу. Это осознанное, принятое решение. Быть собственностью Бога. И когда ты это делаешь, когда ты становишься собственностью Бога, в твоей жизни потом будет множество разных ситуаций. И знаете, апостол Павел, он был на корабле, и корабль должен был разбиться. И когда эта вся ситуация была, люди были в ужасе. Ночью ангел пришел к Павлу и сказал, что корабль разобьется, а людей всех я дарю тебе. И потом Павел, он всем людям говорит, которые уже отчаялись. Он становится перед ними и говорит, ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу. Которому, говорит, принадлежу я и которому служу. Я вил со мной и сказал, судно разобьется, а всех остальных Бог дарит мне. Люди спасаются из-за тебя, из-за твоего посвящения, из-за твоей принадлежности Богу. Если сегодня люди не спасаются через тебя, если сегодня люди, посмотри на колледж, никто, ни один человек через тебя не приходит. Я хочу тебе сказать, причина вообще, почему Бог через тебя не действует, а может быть и в твоей жизни не действует, и для тебя не действует. Почему? Потому что ты не принял решение. Ты не принял того решения, о котором Иисус Христос говорил, что ты идешь за Ним, а принять решение взять крест ты не сделал. А принять решение, что такое крест? Крест – это орудие казни. Вот в то время именно на крестах людей убивали. Это орудие смерти, давай так скажем. И вот он говорит, что если ты не примешь решение умереть для себя и жить для Бога, то то, что ты идешь за мной, не делает тебя учеником. Ты не достоин. И вот как апостол Павел, ты должен прийти к той точке, когда ты скажешь, Боже, я тебе принадлежу, и тебе что? Громко скажите. Служу. Я тебе принадлежу, и я тебе служу. Вот этот момент, он должен прийти в твоей жизни, когда ты придешь к этой точке. Это точка, где начинается сотрудничество с Богом. Многие люди, они никогда даже Бога не слышали. Они никогда Духа Святого не слышали. Они даже не понимают, как Дух Святой может говорить, и что он может делать. Они не видят чудес. Вот, к примеру, пришел человек к Богу, и у него вначале произошло чудо. Ну, к примеру, он исцелился. Или же там освободился от какого-то проклятия. Или еще что-либо произошло. Но дальше никогда никаких чудес больше в его жизни, ну, таких великих, не происходит. И я вам скажу причину. Потому что вначале, когда ты приходишь к Богу, Бог являет тебе свою славу. И он на основании твоей нужды, и твоей веры, которая у тебя была, и он как бы показать тебе, что он живой, он делает чудо. Но дальше все, что будет происходить, оно уже будет происходить только на основании твоего принятого решения. И твое принятое решение, оно должно быть очень глубоким. И когда оно есть, ты принял решение взять крест. Ты принял решение отвергнуть себя. Ты принял решение. И вот когда ты это сделал, ты принял это решение. После этого, как правило, начинается работа Божья. И Бог начинает тебя реально формировать под твое решение. Кто-то меня услышал? Именно под твое решение. И он будет делать это. Он будет совершать это. Когда я посвятил себя Богу, я не был пастором еще. Друзья, я пришел в церковь. И, знаете, было водное крещение. Вы знаете всех. Кто водное крещение принимал? А ну, поднимите руку. Практически все. Смотрите. Водное крещение, на самом деле, это момент посвящения. Это момент, когда ты принимаешь решение. Но люди делают это как форму. Поэтому это решение нужно, как можно сказать, водное крещение нужно пережить в душе. Поняли? Вот. А это должно быть принято здесь. В какой-то момент жизни. Вот у меня так тоже было. Я пришел в водное крещение, принимал все. И потом понял, что все. Я свою жизнь ложу полностью для Бога. У меня вообще это произошло, завет с Богом, в момент покаяния. Но в момент осознания глубокий произошел примерно через там полтора-два года. Это было уже вообще. И вот, вы знаете, я боялся одной вещи в жизни. Вот у нас у всех есть свои страхи. Может, здесь есть, конечно, такие люди, у которых нет страхов. Но у меня был. Когда выходили проповедники на сцену, и они, бывало, рассказывали истории, от которых мне становилось реально плохо. Ну, вот знаете, бывает такое или нет? Вот он выходит и рассказывает о каком-нибудь служителе, которого Бог послал миссионерам в село. А я вырос в городе. Всю свою юность. Все, кто села. Они для меня были, как, знаете, с другой планеты. Я любил их встречать на рынках там и так далее. И общаться с ними. И знаете, вот просто в голове была твердыня, что село – это плохо. Село – это ужасно. Поехать в село или умереть? Лучше умереть. И я всегда, когда слышал эти истории, я всегда говорил, Господи, Ты же никогда меня в село не пошлешь. Со мной этой беды не случится. Куда угодно. Миссионерам на луну, тут только не в село. Для меня это было ужасно. И вы знаете, когда момент посвящения есть, то Господь говорит, вот твоя дорога Перещепина. Первые дни в Перещепино, друзья, я был реально в таком ужасе, в такой депрессии. Один человек еще повел меня на рыбалку. И на этой рыбалке два дня я простоял, у меня ни разу не кленуло. И дьявол мне тогда говорил, вот так у тебя ничего не получится, не клюет у тебя. И потом я пошел по этому селу, и я не увидел ни одного молодого человека. Они или все спрятались, или что-то такое было. И там мне казалось, одни старые-старые бабушки. А мне так хотелось молодежи. Я люблю очень бабушек. Но мне хотелось к молодежи. И вы знаете, было так плохо. Но так как я посвятил себя Богу, что я должен был делать? Служить. И там была церковь. И была церковь нерегистрированных пятидесятников. Их было человек до двадцати. В основном все дедушки и бабушки. И вот мы с Викторией приходим туда. И мы там говорим слово. проповедуем, песню споем. Бабушки в основном спят. А там бабушка всегда спала. Всегда вообще. И в конце, когда я говорил о Минь, она вот так просыпалась и говорила, я видела видение. И она всегда видела меня. То вверх ногами, то еще что-нибудь. Ну, что-то всегда плохое. И они такая там, знаете, это дома все было. И в этот дом он такой богатый был. И они всегда после того, как они заканчивали вот это собрание, у них там такая летняя кухня, и огромный стол. И на столе вареники вот такие, там, знаете, сметана вот в таких прям тазиках. И еда там накрыта все так. А мы с Викторией, представьте, если я весил 62 килограмма. Вам о чем это говорит? 62. Вы поймите, я когда-нибудь покажу вам фотографии, вы не поверите, что это я. Я вам серьезно говорю. Я был очень худой. Если сейчас надо в спортзал ходить, чтобы у тебя, ну, как бы, это не выглядел служителем полного Евангелия, то тогда было по-другому все, друзья. Тогда вот тут была такая впадина, знаете. И если ты что-то съедал, это как Бермудский треугольник. Бам, исчезло. Куда непонятно. Это вообще ничего. Можно было позвоночник так попробовать, понимаете. Ребра. Вот лицо, вот такие маслаки торчат. Ужас. Мне, наверное, зубы, говорят, были на все лицо. А то уже худой был. И знаете, вот я вам скажу, мы с Виточкой голодные. Ну, знаете, просто хотелось кушать. Вы все переживали голод, потому что мы все-таки в благословенной стране, правильно? Каждый знает, что такое голодать. Вот я вам скажу, мы выходим, вот так, каждое воскресенье. Вот мы только недавно вспоминали, какой-то был кошмар. Ну, вообще, это же пережить нереально. Вот мы проводим собрание и вот так вот выходим, а они все сидят за столом. Мы же там с кем-то еще поговорили. И мы идем так, ну, и едаем. И мы так... Знаете, а они вот так, каждое воскресенье, так, Виктория, Валентин? Вот как странно, и как будто зазомбированные, реально. Они вот так поворачиваются к нам, и так, до свидания. Ну, что, типа, мы вам еды не дадим, уходите. И я помню, как это в душе было больно. Идешь, и вот так говорю, господи, как такое может быть? Мы с голоду умираем, у них столы ломятся. И такое отношение к нам. И мы тут в голоде, броженные. Иисус, Иисус, где ты? Знаете, это была боль. Но ты ничего не мог сделать. Знаете, я мог поехать в Днепропетровск. Я всегда был человеком, который много работал. Я всегда работал, я всегда зарабатывал деньги. И т.д. и т.п. Я мог поехать в Днепр, продолжить заниматься там, все на стройках на этих работали и так далее. Кирпич вложили там, кладочку и все такое. Тогда это было, ой-ой-ой. И вы знаете, я мог поехать, у меня дом был в Днепропетровске. У меня все было. А тут отвержение, тут голод, тут ненависть, тут все плохо. Я вам скажу, если ты посвященный человек, ты войдешь в огненную печь без проблем. Потому что твоя жизнь принадлежит Богу. Ты поедешь в село. Ты поедешь... Чего ты боишься? Скажи, вот боитесь поехать в Афганистан? Да? Кто-нибудь боится? Поедешь обязательно. Боишься умереть за Иисуса? Опа, тишина такая. Лучше сразу сказать, не боюсь, не боюсь. Послушайте, когда ты, вот понимаете, братья и сестры, когда мы принимаем решение, осознанное решение, на основании этого решения Бог начинает выстраивать всю твою жизнь и твою судьбу. На основании этого решения Бог будет созидать человек, который не принял осознанного решения и не сделал свою жизнь для Божьей цели. Этот человек, он не может иметь сотрудничество с Богом. Может быть сегодня кто-то из вас, может кто-то, кто смотрит нас, вы получаете ответ на вопрос, почему очень много христиан, очень много верующих людей, которые живут в каком-то странном состоянии, вроде бы они верующие, но такое ощущение, что Бог не сильно в них заинтересован. И какая-то слава Божья на них не является. А другая категория людей, Бог мощно через них действует и творит чудеса в их жизни каждый день. И вот в чем проблема? В чем проблема? В посвящении, в принятом решении. И ты сегодня можешь слушать эту проповедь, и даже бесы так могут сделать, что ты даже не поймешь, что Бог к тебе сегодня говорит, чтобы ты принял решение, и чтобы ты стал учеником Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы с тобой произошло что-то, что полностью перепишет твое будущее. Когда человек непосвященный живет, его будущее, я вам скажу, оно как туман. Оно вообще нехорошее. В нем не может быть чего-то великого. Ты скажешь, пастор, но ты можешь это доказать. Сто процентов. Сегодня ты лично знаешь людей, которые не посвящены Богу. Так я говорю или нет? Посмотри на их жизнь. Посмотри на то, как они живут. Посмотри на то, что происходит в их жизни из года в год. Посмотри на это. И это доказательство для тебя, что все непосвященные люди, у них очень плохая судьба. У них очень плохое будущее. У них ничего хорошего нет. Проходит десятки лет, а их жизнь, она как будто бы вне интересов Божьих. Меня все услышали? Но если ты знаешь посвященных людей, посмотри на них. Их жизнь, на ней всегда является слава Божья, чудеса Божья, знамение Божье, поддержка Божья. Так или нет? Не слышу ваше имение. А еще громче скажите. Ты сам рассуди, как ты хочешь прожить жизнь. Знаете, Бог, Он не ответственный за мою жизнь. Я вам прямо говорю. Пастор, Он не ответственный. У вас есть пастор. Это я. Хорошо. А у меня тоже есть пастор. Но мой пастор, Он не ответственный за мою жизнь. Бог, Он не ответственный за мою жизнь. Я сегодня могу прочитать Писание, принять решение и взять ответственность за свое будущее. Я могу сегодня принять решения, которые нужны Богу для того, чтобы мое будущее было в Его руке. Аминь. Поэтому, что я делаю? Я сегодня говорю, Господь, я даю себя в распоряжение Тебе. И для Твоей цели я посвящаю себя. Ты можешь распоряжаться моей жизнью. Ты можешь взять меня и использовать. И когда Бог поднимает человека, посвященный человек не возгордится. Почему? Потому что он знает, что это все Бог и это все Божье. Аминь. Посвященный человек, он не упадет из-за денег. Почему? Потому что это все Божье. И Господь поможет ему чувство жертвы сохранить. То есть, постоянно ты будешь жертвовать. Я жертвовал, друзья, 20 лет назад. Но прошло 20 лет. И когда, ну знаете, когда у людей все выровнялось чуть-чуть, они перестают жертвовать. А я говорю, нет. Потому что я не заинтересован в том, чтобы у меня что-то было хорошо. Я заинтересован в том, чтобы в церкви, в Доме Божьем все было хорошо. Чтобы пробуждение было. Я сам готов был нищим. Я готов все отдать. Мне ничего не надо. Я говорю это искренне перед Богом. Говорю, Господь, я никогда в жизни не хочу что-то взять и оно мое. Нет. Оно Божье. Все Божье. Я не боюсь нищеты. Я был нищим. Нет проблем. Не умер. Все хорошо. Я не боюсь никаких этих проблем. Мне болезни не боюсь. Я болел и почти умер. Ну и что? Ничего страшного. Все мы умрем. Никуда не денемся. Рано или поздно. Так или нет? Алло? Я не хочу чего-то бояться. Я не хочу за что-то держаться. Я не хочу жить под контролем страха. Ой, что-то случится. Когда-нибудь что-нибудь случится. Ну и что? Ну помрешь. Ну и что? Ну денег не будет. Ну и что? Самое главное, знаешь, за что? Что бояться надо? Чтоб Духа Святого не потерять. Чтоб вечности не потерять. И нужно решения принимать такие, что Господи, если ты хочешь, чтобы я, знаете, у меня так было, чтобы я страдал, вот чтобы мне было плохо. Вот когда мне плохо, долго, да, там бывает плохо, и ты молишься, Господи, помоги, избавь, помоги, поддержи, избавь, сделай что-нибудь. Потом приходишь к той стадии, когда ты говоришь, Господи, ну по-моему, тебе это нравится. А если тебе это нравится, продолжай, сколько тебе нужно. Аминь. И у тебя пропадает этот страх, и эта идея. Знаешь, Господь, Он что-то внутри нас делает, через кризисы, через трудности, через какие-то сложные моменты. Я так говорю или нет? Ну послушай, друг, когда у тебя есть посвящение Богу, когда у тебя есть реальный договор с Богом, то есть ты решил, ты осознанно, на сто процентов, посвятил себя Богу, и ты сказал, Боже, вот я буду Твоим, все, я служу Тебе, я Твой, распоряжайся. Вот, все материальное Твое, мое время Твое, мои силы Твои, вся моя энергия Твоя, как ты поставишь, так и будет. Все, я Твой. Если будет плохо, и тебе это нравится, пусть будет плохо. Если я буду нищим, и тебе это нравится, пусть будет так. Если я попаду в проблемы, ты бизнесмен, попал в проблемы из-за Бога, тебе это нравится, Боже? Хорошо, я буду в них. Трудности, давление, критика, на тебя все гонят, плюют, пишут, говорят, нет проблем, Боже, если тебе это нравится, пусть они еще сильнее это делают. Так или нет? Посвященный человек, он уже не претендует на какие-то душевные вещи. Но Бог верный, я вам прямо говорю, и посвященных людей он формирует и приводит к благословениям, которые никто никогда, будучи непосвященным, не увидит. Поэтому ты должен сегодня подумать, осознать. Как ты хочешь жить дальше? Готов ли ты себя дать Богу побуждение? Я еду. Здесь по ночам все время молятся. Знаете, в храме постоянно, в Днепре, здесь, в Днепропетровске люди, слава Иисусу, они посвященные, они молятся все время. Я вам скажу, они молятся, здесь молятся, молодежь здесь молится, здесь все молятся. А у тебя побуждение? Я приеду, буду молиться. Что такое побуждение? Бог тебе проговорил все. Завтра, как я пойду на работу? Я не знаю. Потому что я себе не принадлежу, я Богу принадлежу. Я приеду и буду молиться. Знаешь, как мы разговариваем с Юлей, она говорит, промолилась всю ночь, потом еще день, потом ночь. Говорит, не могу понять. За все это время спала полтора часа. Говорит, я не пойму. У меня энергии столько, силы столько, я хочу дальше молиться, я хочу дальше поститься. Мы и так далее. Что происходит? Когда ты послушен Богу, я тебе скажу, Бог сам тогда смотрит, что у тебя будет. А если ты сильно смотришь, тогда Бог говорит, ну тогда ты смотри. Вот ты и смотришь. Пришло время посвящать себя. Пришло время принимать глубокие решения, друзья. И когда ты их принимаешь, я хочу тебе сказать, это перед Богом очень серьезные, очень важные моменты. Очень важно. У меня в жизни был случай, когда я понял, что я должен с Богом заключить завет, посвящение. И этот завет посвящения, он касался моих эмоций. Вот моего внутреннего состояния и моих желаний. Вот огня внутри меня. Я Богу тогда сказал, это было давно-давно, еще тоже в начале, когда я вот формировался. Я тогда Богу сказал, говорю, Господи, я тебе даю обещание. Всю жизнь не будет такого никогда, чтобы внутри меня не было желания спасения людей. Чтобы внутри меня не было огня, не было страсти к молитве. А до этого, просто как предыстория, у меня постоянно было состояние такое. Я то молился, потом попадал в какое-то, знаете, состояние апатии. Потом через две недели опять выныривал, знаете, как такой пловец. И опять я молюсь, кричу, верю. А потом лечу, лечу, лечу в этой, знаете, славе Божьей. И потом опять туда в апатию, знаете. И нежелание и так далее. И вот эта борьба плоти и духа. И я пришел к Богу тогда и заключил с ним завет, что такого больше никогда не будет. И была такая идея, типа, что я это не контролирую, оно контролирует меня. И т.д. и т.п. И я понял, что это бесы. И я сказал тогда, Боже, я тебе обещаю. И вы знаете, идут десятки лет. Никогда я не допускаю в моей душе, чтобы пришло какое-то нежелание. Какая-то страсть была потеряна. Какие-то вещи внутри утрачены. Нет, я же посвятил свою душу для огня Божьего. Я посвятил свою душу для страсти к Богу. Скажи, эмэ, это важный момент. Как ты сегодня делаешь? Ты можешь всю жизнь молиться, проповедовать, радоваться, плевать на дьявола. Ты меня слышишь или нет? Алло. Ты можешь жить и радоваться. Сейчас через посвящение. Если посвящения нет, сегодня ты в церкви, завтра ты в мире, сегодня ты Богу молишься, завтра ты о Боге забыл, послезавтра у тебя появилась болезнь, а послезавтра тебя понесли вперед ногами, и ты так и не понял, что же случилось. А я хочу тебе сказать, что случилось. Хочешь видеть славу Божью? Посвяти себя Богу. Даже умереть не страшно посвященному. Кто-то слышит? Эмэ. Вы там согласны с этим или нет? Если ты посвящен, даже умереть не страшно. Потому что ты в этот момент, ты близок к Богу. И даже если ты умрешь, не будет чего-то трагичного и страшного. Ты просто встретишься с Богом. Но если ты не посвящен, это может быть для тебя проблемой. Я видел людей, которые переживали, когда близость к смерти. Знаете, они были в такой панике, в таком ужасе. Однажды один парень был, он такой был авторитет нереальный. Если бы вы знали, в преступном мире. Он там ходил, всех запугивал. Они ходили, отбирали у всех деньги. Он был этот каратист. Поняли? И там буквально 20 человек с монтировками на него идут. Он вот так ша-ша всех побил. Такое было страшное, что просто ужас. И вот в один вечер они решили побить. Это когда-то я еще был молодой, в общежитии там в одном был. Побить там парня одного. И зашли к тому парню. А у того парня, ну они же знали, что будет. И он положил нож под подушку. И буквально те зашли его бить. И этот каратист зашел, такой страшный человек, если бы вы знали. А тот только раз в финку с под подушки. И ему шлеп, ему под ребро. И тот бедненький. Его так на руках несут. Он плачет. Представляете? Я умираю. Я не хочу умирать. О, Боже. Там истерика была на всю округу. И знаете, что случилось? Ему просто кожу прорезали. И там до легкого даже не достало. И вот через час домой отпустили. И больше его никто не боялся. Но я видел другого человека. Я видел одного мужа Божьего, который умирал от рака. У него был рак крови там и еще чего-то. Он очень там серьезно уже болел. И я помню, как он пришел на собрание. И он ходит на собрание. Слово ему дали. А он ходит. И он не в истерике, друзья. Он знает, что он умрет. Все знают. Это не та ситуация, когда человеку не рассказывают. Знаете, я там все все знаю. И он ходит по рядам. Я был на этом собрании. Прямо сижу, смотрю на него. А он ходит. И такой, Бог велик. И вместо того, чтобы проповедовать, ходят вот так между рядами. И на языках, короче. И на языках. О, Иисус! И на языках молятся. И люди просто сидят вот так. И не надо никаких слов. Смотрят на него. И сила Божья приходит ко всем. И все осознают, что этот человек, он близок к Богу. И потом уже перед самой смертью к нему приехали братья. Взяли елей. И говорят, мы приехали за тебя помолиться. Он такой уже не мог ходить. Сел на койку на эту. И говорят, нет. А они говорят ему, а почему нет? Он говорит, нет. Я вам не дам за меня молиться. Говорит, я хочу к Иисусу. И он не дал за себя помолиться. Говорит, я уже имею внутри это желание. Я хочу соединиться с ним. И он не дал за себя помолиться. И он был в радости. Друзья, в таком состоянии. Он был в радости. И он через два дня умер. И пошел на небо. Когда ты посвященный. Когда ты отдаешь себя Богу. Пойми, это совсем другая жизнь. Это совсем другая жизнь. Вы знаете, я пришел к Богу 22 года назад. Были многие люди там, которые со мной пришли. И вот я смотрю. Ну, знаете, 22 года все-таки уже часть жизни. Правда, да? И вот я смотрю на них, на многих. И думаю, почему так все плохо у них сложилось? Ну, почему они многие подступали? Многие просто в таком тяжелом состоянии. Ну, почему? И знаете, я иногда задумываюсь над этим и думаю. Думаю, ведь я был самый тупой из них. Я был самый недоразвитый из них. Я был самый покалеченный мозгами. Пришел тогда в церковь. Они же все были такие хорошие ребята. Они все умные, образованные, какие-то мудрые. Все у них было хорошо. Но почему Бог взял меня и Он использует меня? Почему Он не взял их, братья и сестры? И я знаю ответ. Потому что я посвятил себя. Почему Бог использует Викторию? Я вам скажу почему. Потому что она посвятила себя. Потому что мы стояли, не один раз, друзья, мы стояли вот так, смотрели на небо и посвящали себя Богу. Говорили, Бог, вот наша жизнь. Нам ничего больше не нужно. Вот наша жизнь. Возьми ее. Потому что та жизнь, которая у нас была в мире, там мы бы умерли уже через короткое время. Но Ты взял нас. И мы не хотим просто жить, как все люди. Просто использовать Тебя для каких-то своих целей, чтобы исцелиться, чтобы освободиться, и потом еще жить хорошо. Нет. Бог, мы знаем, что люди идут в ад. Используй нас. Мы посвящали себя. Почему Бог использует пастора Валика? Друзья, это посвящение. Бог берет, может, самое немудрое. Он взял нас. Это самое немудрое. Я всегда так думаю. Это... Он берет глупое миро сего, слабое миро сего. Он берет... Но когда это слабое, когда это глупое, когда оно посвящает себя Богу, Бог берет это и поднимает, чтобы посрамить мудрость этого мира. Чтобы явить свою славу через Тебя. Пойми, Бог хочет через Тебя явить свою славу. Но Он может являть славу Свою только через посвященного человека. Должен быть договор. Должен быть момент. Осознанное решение. Осознанное принятие решения. И через это все происходит. Это и есть тесные врата. Это и есть тот узкий путь. Это принять решение. Это сказать, Боже, осознанно, я принимаю это решение. Когда я, знаете, я родился свыше, раньше, я родился свыше еще в 90-м году. Но в церковь я попал в 92-м, в декабре, когда я получил уже исцеление. Исцеление я получил до церкви. Знаете, я болел так сильно. Я болел и болел. И там с больницы в другую больницу меня переводили. Потом в третью больницу. И так по больницам я какое-то время ездил. Четыре с половиной месяца вообще с одной в другую. И помню, все так было плохо, что когда меня выписали с больницы, и я приехал, это было в Кривом Рогу, я приехал туда, в то время я жил там. И там люди, они все думали, что я умер. И они, о, ты живой. Ну все при мне, мы сидели вот так, и при мне разговаривали о том, что вот-вот я умру. Да, вот-вот он умрет там и так далее. У меня отношения даже людей ко мне было, меня не считали, как будто я не человек, а животное какое-то. И они ко мне так относились, как будто уже все, ну, со мной закончено. И когда я пришел в больницу, потому что мне было очень плохо, я уже не мог, это прошло две недели, как после выписки. И доктор, он посмотрел все мои выписки, там уже вот такие талмуды были. И он говорит, посмотрел на меня вот так, я говорю, люди с такими анализами, анализами, дословно говорю, дословно, на всю жизнь запомнил. Люди с такими анализами, это обреченные люди. Говорит, я тебе ничем не помогу. И он отправил меня. И когда я пришел, я в комнате был, и знаете, я вот лежал там, в комнате лежу, и мне так хотелось жить, я не мог просто пережить, что я не могу больше быть здоровым человеком. Я обречен, и скоро со мной придет конец. Я лежал когда в больницах, постоянно на моих глазах умирали люди. Именно от этих болезней. Постоянно. Ты сидишь с человеком, вот так сидели, играли в карты, он пошел, говорю, где он? Говорят, да он умер уже. А ему 16 лет. Другой, третий. Числа им не было. Друзья, их много очень было. За все время. Я 4 года проболел вообще. Но в тот момент, когда я лежал на кровати, я подумал, Бог, Бог, помоги мне. Я встал на колени. Я сказал, Бог, я посвящаю тебе всю жизнь. Я дал ему обещание, что буду служить ему до конца дней. И как только я это сказал, я встал с колен. И тогда, в тот момент, друзья, сила, реальная сила, физическая, она сошла в мои руки, вот в эти места, и начала втекать в меня, и как будто снизу наполнять. Втекает сюда, но снизу наполнять. Это дошло прямо до моей души. Такой был мир, невероятный. И потом оно наполнило меня. И это было, это было. Я знал, я исцелен. Я каждый день колол себе лекарства. Каждый день. И представьте, в тот момент, когда это произошло, я был исцелен. И вы знаете, что? Все это произошло. Исцеление чуда на основании посвящения. Вот понимаешь, возможно, в твоей жизни удержано что-то очень важное для тебя. Оно есть для тебя, но оно удержано. И именно посвящение, это тот момент, который есть порох в новую жизнь. И ответ, который должен прийти в твою жизнь, он приходит именно через это. Я всегда это слышал. Знаете, я разговаривал, бывало, с людьми откровенной беседы. И люди рассказывали о своих сокровенных переживаниях с Богом. И каждый раз, вот когда я слышал, обязательно рассказывали, что когда они посвятились, был момент посвящения. После этого в их жизни произошел ряд от самых важных судьбоносных событий от Бога. Сегодня тот день, когда ты осознанно должен принять самое важное решение в своей жизни, чтобы вот сейчас, после этой молитвы, я говорю это не ко всем, дорогие друзья, также телезрители, я говорю это к тем, кто сегодня осознает важность важность этой молитвы. Чтобы после этой молитвы ты мог сказать, как апостол Павел, Бог, которому принадлежу я и которому служу. Отец, сегодня этот момент Божий, сегодня этот момент и я прошу Тебя, Божия, сегодня момент осознанного принятия решения, осознанного, как Ты это совершал в моей жизни и каждый раз, когда происходил момент осознанного принятия решения, Ты являл свою славу там, где посвящение, там всегда Твоя слава и великое будущее. И я прошу Тебя сегодня за каждого человека в этом зале, я прошу Тебя за каждого телезрителя, чтобы сегодня это глубокое осознанное решение посвятить себя Богу и для Бога до конца своих дней, оно было принято каждым человеком. Божий, я прошу Тебя, чтобы сегодня это не было воспринято просто как проповедь, как обычная очередная проповедь, но чтобы каждый осознал, что это его дела с Богом, что это его моменты с Богом, и что никто не может войти, ни проповедник, никто, это каждый лично решает с Тобою. Господь, я молю Тебя, яви свою славу. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Иисус! Да будет так! Да будет так! Да будет так! Амин! Воздай Богу славу!